Продукты питания, предметы гигиены и персональные подарки для поддержания духа почти тысячи воинов. Именно такими вещами наполнен 18-й гуманитарный конвой от Самарской области в рамках проекта «Своих не бросаем». Все это по просьбам солдат собирали представители Союза народов Самарской области и регионального Дома дружбы народов. Дополнила груз продуктами и вещами и областная общественная палата. Все нации, национальности приняли участие, кто как мог. И я им очень и очень благодарен, всем руководителям национально-культурных объединений. Они душой болеют за нашу страну, за нашу область. Спасибо, что в нашей области есть такие действительно преданные люди в своей стране. Кроме того, в машину загрузили и стройматериалы для восстановления школы в одном из населенных пунктов. Она пострадала после бомбардировки. Ее восстановят к 1 сентября. «Мы везем здесь те стройматериалы, которые наши дефектовщики выявили для того, чтобы восстановить эту школу. Это линолеум, это бетонная стяжка, это дерево для того, чтобы отремонтировать кровлю, и это кровельные материалы». Также солдатам передали более 4000 ленточек с российским триколором в знак поддержки и признания. Логистику и сопровождение гуманитарного конвоя из Самары до расположения 2-й общевойсковой гвардейской армии и подразделений Самарского батальона будут осуществлять военные при содействии фонда «Звезда Элира» и Самарского областного комитета воинов Отечества. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.